Я приветствую всех подписчиков моего канала, всех гостей. Отдельный привет моим ученикам. С вами Санчес на связи. И сегодня я хочу вам рассказать про свою новую гитару Шектор. Я начну немного издалека. Дело в том, что последние 9 лет я играл на одной единственной своей гитаре, Сурмодерн. И мне понадобилась запасная гитара. Требования к инструменту были довольно стандартные. Нужен был универсальный инструмент, чтобы можно было на нем играть и свою музыку, и кавера, и взять с собой в дорогу, и использовать в занятиях с учениками. И был выбран вот такой инструмент Шектор японского производства. Давайте я о нем расскажу и о том, где и как я его приобрел. Приобрел я его в магазине jack.tomsk. Это интернет-магазин. Уже давно я слышал про этот магазин, знал про него, иногда поглядывал, какие там есть гитары. Часто советовал их ученикам. Но только несколько человек решились на покупку, потому что у многих есть недоверие к покупке гитар в интернете. Скорее даже, может быть, не к покупке, а больше переживают за транспортировку. Поэтому я решил на своем опыте проверить, как это и что это. Итак, гитару я выбрал в магазине jack.tomsk. И, несмотря на обилие вариантов по доставке, я выбрал компанию PEC. Я знаю, что у каждого есть свой негативный опыт с той или иной компанией грузоперевозок. Но конкретно PEC я перевозил несколько раз музыкальное оборудование. И отправлял, и получал. Поэтому у меня опыт был положительный. И я выбрал именно эту компанию. Гитара приехала в деревянной обрешетке. И уже сам продавец, уже помимо этой решетки, решетка это идет от PEC, а продавец упаковал гитару в две картонных коробки. Сама гитара была полностью укутана полиэтиленом с очень крупным пузырьком. Поэтому гитара доехала в целости и сохранности. До меня она ехала довольно долго. Если мне память не изменяет, около 10 дней. Гитару я приобрел этим летом, 2022 года. И этот инструмент попадает в ценовой диапазон. Я скажу специально в рублях, потому что сейчас сложно ориентироваться на курс валюты. Диапазон от 50 до 80 тысяч рублей. Я чуть позже еще вернусь к этому диапазону. Итак, гитара приехала в целости и сохранности. Все с ней хорошо. Мы ее сегодня послушаем с вами обязательно. Но я пока что продолжу о ней свой рассказ. Итак, кому может подойти эта гитара? Чем она хороша? Когда начинающий гитарист покупает первую гитару, как правило, он берет то, что подешевле, то, что может больше визуально нравиться. То есть критерии выбора довольно простые. И это нормально, потому что человек еще ничего не знает о музыкальных инструментах. Но когда он немножко подрастает, набирается опыта, ему хочется уже более серьезную гитару. И вот тут встает проблема. Вот этот средний сегмент между гитарой начального уровня и профессионального, вот здесь иногда сложно что-то найти достойное. Почему? Потому что с вот этой суммой в районе 50-60 тысяч рублей, если прийти в магазин, то выбрать что-то будет довольно-таки тяжело. Поэтому я сам ученикам советую обратить свой взор на рынок бэушных гитар. Причем возраст этих гитар настолько разный. Бывают гитары 80-х годов, 90-х, 2000-х, 2010-х. Но что хорошо, на этом сайте всегда представлены хорошие фотографии. Все места, вот тут тоже такие есть, коцки, сколы, они обычно стараются их показать. Может быть не все заметны на фото, но всегда можно связаться с продавцом, запросить какие-то дополнительные фото и видео. Продавец Сергей идет в этом плане навстречу. Чем же примечательны вот эти инструменты? Дело в том, что это довольно получается такой не самый дешевый сегмент, можно сказать. Если бы такая гитара была бы новая, то она бы стоила гораздо дороже. Наверное, 1100-120, ну так примерно, по моим ощущениям. Может быть дешевле. Но в любом случае, сравнивая за этот бюджет то, что можно взять новое в магазине или японское на бэушном рынке, то качество будет, конечно, несопоставимое. Правда, надо заметить, что иногда даже среди дешевых гитар попадаются очень-очень удачные экземпляры. Тут нужно всегда идти в магазин, если есть такая возможность, и слушать все подряд гитары. И какая-то гитара может действительно очень сильно понравиться по удобству, по звуку. И тогда, в общем-то, все хорошо. А гитары более дорогих ценовых диапазонов можно брать, ну, грубо говоря, не глядя, скажем так. То есть здесь, конечно, можно тоже нарваться на какие-то неприятности, но положительный исход здесь более вероятен. Ну, а теперь давайте посмотрим конкретно вот этот экземпляр. Что у нас здесь? Мы видим красный цвет, вот такой волнистый узор на корпусе. В спецификациях указывается как кленовый топ, однако это кленовый шпон. Разница в толщине. Но здесь гитара покрашена так, что мы реальную толщину клёна не можем увидеть. В чём разница принципиальная? Топ – это, ну, определенные толщины кусок дерева, скажем так, массив дерева, который призван восполнить нехватку частот. В частности, клен даёт больше высоких частот и часто его используют вместе с красным деревом, с махагоном. Это из вас многие знают. Махагону не хватает верхов, и клен как раз их компенсирует. Шпон, он, по сути, толщиной тоже это, скажем так, ну, массив не назовёшь, тоже это дерево, но толщиной буквально с бумажный лист. Поэтому это больше декор. В качестве декора это, конечно, хорошее решение, но в плане звуковых качеств, как вы понимаете, наверное, никаких изменений не будет. Скорее всего, вообще никаких. Конкретно на этой гитаре корпус у нас из ольхи. И ольха – это интересное дерево для электрогитары. Оно довольно-таки самодостаточное, поэтому ему клен, в общем-то, не нужен. Вот суры, ну, сур, они любят делать гитары ольха плюс кленовый топ. На мой взгляд, это делать необязательно. Мне кажется, просто ольхи достаточно. Кроме, наверное, вот, вот, учитывая только вот такое вот замечание, насколько она покрашена и палачена. Потому что вот здесь очень толстый слой краски, и здесь дерево, ну, совсем не видать, непонятно. Может, там и не ольха вовсе, но это я шучу, конечно. Скорее всего, все соответствует. Но, вот это качество покраски и лака, конечно же, тоже сильно влияет. Итак, давайте подведем итог. Мы имеем корпус из ольхи с украшением из клена, назовем это так. Далее у нас идет кленовый гриф. Вот она надпись Шектер. На некоторых японских гитарах нужно откручивать гриф от корпуса, и тогда сзади будут серийные номера. Серийный номер. Единственный серийник, да, есть вот здесь, на пятке. Но его оказалось очень тяжело пробить. узнать какую-то историю гитары, какую-то информацию. Удается связаться только с Шектером американским, и они говорят, что это не к нам, это японские гитары, а какие-то японские ресурсы. Но это я даже не знаю, где искать. Да и на самом деле, это я так, ради небольшого любопытства, не особо это мне прям сильно нужно. Здесь интересная очень конструкция грифа и накладки. Вот визуально спереди кажется, как будто она есть. А вот если посмотреть с этой стороны, то ее нету. То есть такое ощущение, что все-таки это полностью кленовый кусок, хотя вот здесь вот есть такая вот ступенечка, сейчас попробую показать поближе, который создает ощущение, будто это накладка. Это нужно, наверное, гитарного мастера уточнить, как это делается. Но судя по всему, это просто кусок клена, и не видно здесь каких-то мест склеек. Вот здесь в одном месте видно затемнение дерева, то есть вот так, если посмотреть, кажется, как будто этот брусочек приклеен. Ну, с этой стороны такого нету. То есть это похоже, вот так вот дерево идет такой цвет. Вот эти вот узоры, когда мы видим, это говорит нам о тангенциальном распиле дерева. Есть еще радиальный, используется на более дорогих инструментах. Чем характерен клен? Для тех, кто не в курсе, он тоже, вот особенно накладка, кленовая накладка, она дает тоже дополнительные высокие частоты. Сам клен для грифа используется, ну, наверное, на большинстве гитар. Это дерево, которое хорошо резонирует, хорошо вибрирует. Вот даже когда просто извлекаешь струны, такое резонирование хорошее происходит. Дальше мы видим здесь колки Made in Japan написано, чьи они не очень понятны, возможно, Шектеровские. И здесь установлены из фурнитуры оригинальный Floyd Rose. Я покажу еще с рычагом, как это все работает и звучит. Надо заметить, что фурнитура очень качественная, очень хорошая. Для тех, кто не в курсе, Floyd Rose это такая система, которая позволяет рычагам сильно опускать строй за счет понижения, понижения натяжения струн, и в обратную сторону за счет натяжения струн. И конкретно на этой гитаре довольно ограниченный ход для движения наверх. Похожий на ход, вот как используют на современных тремоло-машинках, когда взяв флажолет, например, на третьей струне, пятом ладу, на ноте соль. Если поднять до упора, то получается... А, нет, здесь получается две терции... Большая терция, извиняюсь, два тона расстояния. А вот если зажать ноту и до упора поднять, то получается тоновое расстояние. Вот на таких более классических тремоло-фирмы Готта, например, там вот такую настройку используют. флажолет звучит там на малую терцию поднимается, а здесь на большую терцию получается. Малая терция это полтора тона, большая терция это два тона. Вот поэтому там полтора тона, здесь два. А прижатая нота и там, и здесь поднимается на тон. Если вдруг машинка будет отстроена неровно, она может вот так вот быть завышена, то тогда ход у нее увеличится и будет выше подниматься нота. Поэтому можно вот так вот сверять оптимальную высоту. Но обычно, если машинка находится не в равновесии со струнами, вернее, струны с пружинами, пружины находятся сзади, то гитара очень часто расстраивается, очень быстро и вообще ее тяжело настроить. То есть, ты постоянно подтягиваешь струны, подтягиваешь, и получается машинка идет, 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 идет наверх, и вот пока она не войдет в состояние равновесия от пружины со струнами, ее настроить ну просто невозможно. Поэтому вот это хорошая проверка для высоты настройки. Но это я немножко увлекся объяснением, что такое Floyd Rose. Итак, это машинка, работающая в две стороны, причем с очень сильной амплитудой, в отличие от классического тремела. То есть, если нужно погрузить ноту не глубоко, не сильно, то это трудновато здесь сделать. И обязательно атрибуты этой системы это вот верхний замок, топ-лок по-английски. То есть, здесь струны прямо закручиваются шестигранным ключом. Далее идет такой, можно сказать, ретейнер. Струны переламываются об него и дальше идут более ровно. Вот с такой системой получается не так важны колки. Потому что один раз настроив гитару колками, то есть, мы расслабляем вот эти вот зажимы, настраиваем колками. Допустим, можно точно настроить, постараться, а можно довольно так приблизительно, скажем так. Ну, плюс-минус четверть тонна, скажем, где-то так, может даже меньше. Потом мы затягиваем и доводим до полной настройки уже вот системой микроподстройки. И если все настроено хорошо, все правильно, все в балансе и стоят хорошие струны, то можно довольно долго не настраивать гитару колками. То есть, вообще не раскручивать вот этот топ-лок, а только вот пользуются микроподстройкой. Ну, например, вот последнюю настройку я сделал на днях, а до этого я не настраивал с помощью колков, ну, наверное, месяц, может быть даже больше, точно уже не помню. То есть, да, гитара немножко расстраивается в процессе игры или в процессе наоборот отсутствия эксплуатации, но она легко подстраивается вот этой системой. Самая система микроподстройки, кстати, мне кажется, взята от скрипки. Вот на скрипке именно так и устроено. Там колки деревянные, и ими поймать ноту, высоту точную, ну, практически нереально. Поэтому тоже настраивается приблизительно и потом уже доводится вот здесь. Ну, и прежде чем мы послушаем гитару, давайте рассмотрим, какие здесь есть возможности у электроники. Здесь стоит три звукоснимателя. Хамбакер, сингл, хамбакер. Сингл имеет, как правило, меньше выход, чем хамбакер, но при этом он фонит. Это его минус, да, а его плюс за счет не сильного выхода он лучше подходит для чистого звука, то есть чистый звук такой более прозрачный, более отзывчивый, то есть на динамику игры он больше реагирует, но сингл плохо подгружается. Как только начинаешь перегружать звук на сингле, лучше не увлекаться сильной перегрузкой, иначе стоит очень сильный фон и неприятный ляск. Вот для этого именно и придуман хамбакер. Это два сингла, которые работают в противофазе, то есть убираются шумы, увеличивается входной сигнал, но звук становится несколько замутненным, скажем так. как иногда, особенно в позицию бриджа, такой с выраженной поднятой нижней серединой, что хорошо как раз подходит для игры с большим перегрузом. На этой гитаре очень интересно подобраны датчики. Вот, кстати, на гитарах такого уровня, вот, японского, скажем так, среднего сегмента, можно еще дополнительно менять звукосниматели на какие-то известные брендовые, и гитары еще лучше будут звучать. Вот здесь довольно удачная электроника установлена, меня она, в общем-то, устраивает. Здесь не очень сильный хамбакер в бридже стоит, то есть, получается, не сильно он дает перегруз, но это легко решается за счет грелки, за счет дополнительной сатурации в овердрайвом. Дальше идет довольно мощный сингл, то есть, при переключении с одного датчика на другой нету сильного провала. По-моему, его даже вообще нет, мы это еще послушаем. И нековый хамбакер получается у грифа. На грифе, кстати, 22 лада, я не сказал, для меня это все-таки маловато, и вот последний лад, 22, несколько неудобно тянуть, то есть, такое ощущение, что это делать сложно, возможно, не очень удобный доступ, но это все дела привычки, на самом деле. Практически к любой гитаре можно привыкнуть, просто есть более удобные гитары, есть менее изначально. Вот, но мы вернемся к электронике, у нас есть пять позиций, в первом положении у нас работает один хамбакер нековый, во втором к нему добавляется сингл, в третьем только сингл работает, в четвертом сингл плюс бриджевый хамбакер, и в пятом только хамбакер. Также здесь есть дополнительно вот такая вот тумблер отсечки, он отсекает от этого хамбакера вот эту катушку, работает вот это получается ближнее к бриджу, а если мы включим нековый, то он отсечет вот эту катушку, будет работать ближе к грифу, то есть вот такие как синглы получаются. И тогда комбинации промежуточные, они уже дают нам два сингла вот таких, или два сингла вот таких, как на Fender и есть вот такой интересный пуш-пул, то есть эту ручку, ручка тона, ее можно поднять, в обычном положении она срезает верха, как стандартная ручка тона, а в приподнятом положении она срезает низкие частоты, это очень интересно, то есть мы видим, что по вот такой средней цене, то есть точную цену я вам говорить не буду, на всякий случай вы можете посмотреть и ознакомиться с ценами на сайте, но диапазон я указал, в котором она лежит, от 50 тысяч до 80, вот такой диапазон, можно его даже сузить и понять более близкую цену, вот, давайте перейдем теперь к прослушиванию гитары, таки от 0 времени и и а и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что же, всем большое спасибо за просмотр этого видео Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Напишите в комментариях, что думаете об этой гитаре Заходите на сайт Jack Tomsk Все, кто переживал о покупке гитары в интернет-магазине, не переживайте Несколько моих учеников уже купили там гитару И я себе купил гитару Все хорошо, все надежно Приезжает все в целом виде Сами гитары, не забывайте Могут быть очень старыми Поэтому с небольшими сколами-царапинами За это вообще не переживайте Самое главное, чтобы вот здесь был гриф без вмятин Все остальное это мелочи Все эти коцки на звук никак не влияют С вами был Санчес До новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok